Добрый день, дорогие друзья, в эфире программа «Диалоги» И сегодня у нас в гостях наш соотечественник, художник, дизайнер Алексей Кулеш Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Вы сейчас проживаете в Харькове, где вы получили высшее художественное образование Где-то вы, наверное, год не были в Тираспеле Хочется узнать, как человек, который занимается дизайном, внешним оформлением Как меняется город, что вы увидели, что происходит, на ваш взгляд, уже со стороны? Ну, к сожалению, к сожалению, я вынужден констатировать, что картина удручающая Дело в том, что город теряет действительно качественные образцы архитектуры А то, что приобретается, оно сделано настолько кустарно и настолько безвкусно, что уничтожается то, что было Мало того, что не приобретается что-то новое, позитивное Уничтожается и стирается вся красота того, что было В частности, даже возьмем ансамбль площади центральной Очень печально видеть на то, как идет реконструкция центрального рынка Который является неотъемлемой частью этого ансамбля Площади, да И силуэт здания, его архитектурные элементы абсолютно никак не пытаются Не украсить, не подчеркнуть уже существующую стилистику этой площади Они просто решают какие-то свои 7-минутные чисто функциональные задачи И при этом уродуют, на мой взгляд, это красивое место Это центральная площадь столицы нашей замечательной республики Также очень грустно видеть аллеи центрального сквера Напротив памятника Суворову Дело в том, что все, что сделано там, абсолютно никак не увязано Никак не обусловлено Антропометрия в лавках и кровельных элементах не соблюдена Цветовое решение освещения абсолютно никак не связано Ни с существующими фонарями, ни с какой-то цветовой гаммой На самом деле ситуация удручающая А вот всегда Террасполь славился своей особой советской архитектурой Вот, допустим, я лично ни в одном другом городе не видел вот такие фонари высокие в форме цветов Допустим, вот я, на свой взгляд, мне очень нравится Потом тот же знаменитый дворец детского и юношеского творчества А тот же памятник Суворову в этой возвышенности И в чем вы видите проблему? Все-таки не было вот этой преемственности архитектурной и преемственности искусства Или просто можно сделать что-то новое, но как бы привязывать к этому? Или здесь подходит просто инновация абсолютно чужда этой архитектуры? Вот как, на ваш взгляд, правильно нужно выбрать вот этот путь развития? Ну, в любом случае, нужно сказать, что традиция архитектурная, мировая, традиция дизайнерская Говорит о том, что желательно соблюдать уже намеченные направления В частности, вот советская архитектура последнего периода, там, 70-80-е годы Дала действительно интересные образцы нашему городу Но сегодня, не знаю по какой причине, утеряна и стилистика, и какое-то новаторство И вообще какие-то качества, которые должны подчеркивать статус столицы Например, статус столицы, что должно быть? Ну, дело в том, что статус столицы входит обязательно Это то, о чем мы говорили уже с вами в предыдущем вопросе Это красивый, завершенный ансамбль площади Это либо подчеркнутая преемственность в архитектурных малых элементах Как фонари или лавочки, или какие-то памятники Той традиции, что уже существовало, либо действительно неординарное Действительно что-то очень выдающееся К сожалению, ни о том, ни о другом говорить сегодня не приходится Все очень банально, очень серо и провинциально Вот этого очень не хочется видеть в городе, который претендует на звание столицы одного из европейских государств Вот тут нет, на ваш взгляд, такого феномена и такой проблемы Что заказывает музыку тот, кто платит деньги Может быть, в этом причина? Или просто у человека есть желание сделать что-то свое, на его взгляд, красивое Которое иногда, на самом деле, невооруженным глазом можно посмотреть И вписывается, как вы сказали, в культуру ансамбля Вот в чем причина, на ваш взгляд? Может быть, не только в Тирасполе? Вот вы часто путешествуете, бываете в других городах, которые тоже строятся, меняются И вот взгляд художника Дело в том, что проблема сегодняшняя, проблема всего постсоветского пространства В архитектурном плане, в плане благоустройства и градостроительства Заключается в том, что, к сожалению, как вы правильно сказали, заказчик диктует Кто платит, тот и заказывает музыку И уровень культуры тех людей, которые в 90-е годы сколотили свои капиталы И пришли к власти на нашем постсоветском пространстве Оставляет желать лучшего И поэтому, естественно, его нарочитое вмешательство зачастую портит работу Как дизайнера, как архитектора, так и художника Поэтому, с одной стороны, я уверен, что не обошлось без вмешательства заказчика Который не способен доверить выполнение качественной работы специалисту И своими вмешательствами только мешает Это проблема, как я понял, всего постсоветского пространства психологическая У нас, как известно, каждый понимает в медицине, в политике и в искусстве Поэтому заказчик тем более И еще в религии многие Да, и в религии Поэтому, к сожалению, у нас нет... Смешивают православие и седьмую чакру, допустим У нас нет культуры доверия специалисту То есть каждый должен заниматься своим делом? Да, обязательно Дело в том, что я, допустим, будучи профессионалом в своей области Я не осмелюсь врачу диктовать, какими лекарствами лечить пациента Или не осмелюсь педагогу диктовать методики и технологии обучения Поэтому точно так же заказчику глупо диктовать специалисту, что нужно делать и как нужно делать Он может только обусловить свои какие-то технические задачи, технические потребности А все остальное должен делать действительно профессионал В советское время, как не принято его ругать в наш век Но была такая структура, как художественный совет И эта структура обладала своего рода независимостью Которая позволяла все-таки проводить какие-то интересные проекты, интересные решения Сегодня функции художественного совета утрачены И заказчик считает, что он способен решить, что есть красиво Да, вот еще вот такой вопрос Все-таки внешний и внутренний мир человека связан, особенно в процессе творчества Это будет, например, музыка, картины, архитектура И это всем понятно, что насколько внешнее окружение влияет на психологию человека Насколько и человек может повлиять на внешний облик Я всегда придерживался такого мнения, что если мы увидим красивые ровные улицы И там отремонтированные дороги, эстетично сделаны вот эти бордюры, лавочки То это как-то культурно подтягивает, это как-то культурно формирует И воспитывает культуру, что, ну господи, ну как же это тронешь Вот это в том числе и выражается в психологическом архитектурном ансамбле тех или иных храмов Которые, вот в один храм мне говорят люди Вот заходишь, вот он способен тебя, ну не знаю, там поднять на небеса Вдохновить и ты на небе находишься Заходишь в другой храм, а там такой какой-то уют, какая-то теплота Вот какая-то душевность, Бог, понятие духовное Но все-таки храм, он действительно ведь способен повлиять на интонацию молитвы Поэтому, я думаю, вы с этим согласитесь Вот я хочу задать вам следующий вопрос Что нам необходимо сделать, чтобы в том числе и уровень культуры Уважение к тому, что тебя окружает, повысился в нашем обществе Чтобы тебе было приятно идти по этим улицам эстетичным, красивым И вот что нужно сделать? Вот уже переходим к практическим советам художника Как вы правильно подметили, среда очень сильно влияет на человека На его восприятие, вообще мира и себя в нем Архитектурное оформление среды обитания человека Это важнейшая часть Дело в том, что она работает через подсознание Как уверяют нас специалисты-психологи И поэтому бьет в самое яблочко Если архитектурная среда, цветовая среда Организована таким образом, что способствует воспитанию в человеке культуры Стремление к соблюдению законодательства Стремление к порядку, стремление к каким-то чистоте Внутренней и внешней Оно очень сильно работает, очень сильно действует Посмотрите примеры той же Германии Насколько архитектурная среда и городская среда Помогает жителям Германии Сохранять уровень И быть действительно примером Той организованности и порядочности Того качества городоустройства для всего мира Хорошо, вот рецепт для Тирасполя Рецепт это в любом случае Доверить дело профессионалам Профессионалам не только проектировщикам Но профессионалам-исполнителям Дело в том, что каким бы ни был замечательный проект Если его исполняют некачественно Вся его суть может быть утеряна Поэтому начинать и заканчивать нужно деталями и нюансами Тем же подбором работников Которые будут заниматься укладкой бордюров Тех же самых Кадры решают все Вот если качественно уложен правильно бордюрный камень Уже улица будет смотреться аккуратнее Хотя к этому у нас особо внимания никто не уделяет Но порядок в государстве, на мой взгляд Начнется именно вот с этой мелочи Правильно уложенный камень на улице Вы как художник, я знаю, начинали в Тирасполе Потом продолжали свое обучение в Биндерях То есть я знаю, что именно преднестровская традиция художественная Она по сути дела заложила основу И дала старт для дальнейшего развития Вот расскажите немножко о себе И как вы формировались именно как начинающий преднестровский художник Когда обучались в Тирасполе и в Биндере Я очень рад тому, что я родился и вырос на этой земле Здесь действительно очень сильные традиции воспитания и образования К сожалению, на сегодняшний день существует такой фактор Как отток, скажем так, мозгов, отток кадров По причине экономических факторов Но традиции образования еще не утеряны Традиции воспитания высокого уровня художников Высокого уровня специалистов в сфере искусства еще есть И хочется пожелать республике сохранить то, что есть и приумножить А о себе скажу о том, что южный колорит нашей земли Он отпечатался очень сильно, как мне кажется, на мое мировосприятие Как художника Я очень люблю наши в том же Тирасполе, в тех же Биндерах улочки Где старые дома, которые сохранили еще отпечаток начала 20-го, конца 19-го века Я очень люблю район в Тирасполе, первые школы Улицы Пушкина, там, где старые архитектурные элементы Это очень все живописно И, честно говоря, грустно видеть то, как так стремительно портится и уродуется Не побоюсь этого слова, пейзаж нашего города А вот у нас есть всемирно известные художники Всемирно известные личности, которые оказали влияние, по сути дела, на мировое искусство Это у нас в частности... Ну, в частности, Ларионов Это мало кто знает, к сожалению Но знаменитый терраспольчанин, это Ларионов Считается, в принципе, французским художником Который основал такой стиль, как лучизн И вот о Тирасполе очень интересная есть фраза В какой-то из бесед ему задали вопрос О Париже, в котором он прожил основной часть жизни и творил свои полотна Что вы расскажете нам о Париже? На что он сказал Париж, а что Париж? Париж, как наш Тирасполь Только больше немножко А тогда уже, наверное, была и Филева башня, и, наверное, и сейф Филевой башни Конечно, Париж уже тогда был городом, который мечтали увидеть и умереть Это программа Диалоги Я напоминаю вам, что сегодня у меня в гостях художник, дизайнер Алексей Кулеш Алексей, вот хочется вот еще что спросить Есть для определенного региона своя храмовая архитектура? Вот мы знаем, поедем в Грецию, допустим, православие ведь это единый организм Но все-таки разнятся православные храмы Греции, России, Грузии, Украины Вот у нас особо регион Вот на ваш взгляд, вот какая храмовая архитектура больше вписывается в наш, в том числе, как вы сказали, южный колорит, металитет, я не знаю А какая вот не очень, вот что вот на ваш взгляд, вот какие-то, может, примеры приведете? Опять же, если затронем ансамбль центральной площади, который меня с каждым годом все более расстраивает в городе Террасполе Это нововозведенная часовня в районе мемориала Павшим Войнам На мой взгляд, честно говоря, это архитектурная стилистика, не подходящая для нашего региона В чем это выражается? Ну, дело в том, что ландшафт и архитектурная среда, на фоне которой оно расположено, имеет свои особенности южного, южной архитектуры Это малый угол наклона кровли, что связано с низким количеством осадков годовых Это особые, как бы, детали архитектурные А эта часовня выстроена в духе модерна, который стилизует чисто русскую северную архитектуру И его пропорции, его стилистика, на мой взгляд, абсолютно не подходят для нашего региона И смотрятся несколько чужими С точки зрения архитектуры Именно архитектурных элементов и деталей А в этом отношении мне гораздо больше нравится собор в Бендерах Который действительно отражает национальные какие-то традиции архитектурные И национальную самобытность и колорит В нем есть то, что стоит демонстрировать туристам Как образ и символ местного православного зодчества Также вот в Кицканах у нас замечательный Новоняминский монастырь В котором есть образцы действительно интересной архитектуры церковной Которая несет в себе наш национальный колорит Напоследок, что вы хотите пожелать нам Уже, может, в свете того, о чем мы поговорили выше, как художнику В каком нам направлении двигаться Мы уже услышали о тех архитектурных моментах Какое последнее пожелание? В любом случае хочется пожелать нашей земле мира Это первое А второе, конечно же, чтобы больше было красок в жизни людей Чтобы наши улицы не казались нам серыми Чтобы на улицы и клумбы города вернулись розы Которые так славили наш город Лучшие годы советской власти И хочется пожелать, чтобы наши соотечественники Любили нашу землю И видели красоту, которая в ней заложена Красоту, которая есть И хочется пожелать, чтобы они несли эту красоту В те регионы, в которые они уезжают Чтобы они обязательно возвращались Чтобы привозили сюда художников, писателей, поэтов Которые вдохновлялись нашим регионом Чтобы каждый выезжающий из Террасполя Или из Приднестровья человек Был своим особым Ларионовым Конечно Большое спасибо Я сегодня понял следующее Все-таки мы часто не обращаем внимания Потому что, как сказал наш гость Это происходит на подсознательном уровне Архитектура, искусство, здания, которые нас окружают Бордюры, которые лежат ровно или нет Способны повлиять на нас Способны изменить наше настроение Способны нас вдохновить Способны нас призвать к дисциплине, культуре Или наоборот К деструктивным движениям нашей души Я думаю, что архитектуру нужно начинать со своего сердца Со своего ума А во внешнем плане со своего дома Храни на все Господь И пусть нам Бог поможет и даст особое вдохновение Чтобы мы меняли через красоту мир к лучшему Всего доброго Спасибо, что были с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому